Девочка-пай 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 раз два три не больше как удастся я не знаю как он принимает может руки не совсем конечно вы столько вопросов нет это не вопрос все понятно интересная тема есть я не знаю как вы ее воспримете не знаю честно говоря людмила алексеевна мы очень рады видеть вас в нашем городе и лично для меня вы почти что легенда потому что такие фильмы как у грюм река олеся приваловские миллионы забыть невозможно и также очень приятно что некоторые из этих фильмов были сняты на нашей свердловской киностудии и вот у меня вопрос как получилось что ярополк лапшин именно вас пригласил сниматься и какие ваши впечатления от работы с этим режиссером на одной встрече в доме кино меня четыре того назад ярополк леонидович поведал таким образом был какой-то международный кинофестиваль в москве я только что снялась донской повести еще в каком-то фильме и он говорит вижу по коридору идет высокая статная красивая поинтересовался кто познакомились и вот как-то это решила а в общем наверное решила были вызваны кинопробу были кинопробы был разговор были репетиции потому что на такие роли наверное как говорится при том что может быть любовь с первого взгляда но все равно все равно нужно насколько внешне и внутренне будут совпадать с тем что предстоит сыграть я считаю что для меня свердловск свердловская студия которую мы все очень любили она была небольшая очень скромная своих возможностях и зюбки перешивались кофты из кофты перешивались перешивались чепочки и так далее так далее но мы с удовольствием все ехали потому что здесь всегда были желанны нас всегда тепло встречали успевали чашкой чая напоить и помочь и согреть и самое главное уважительное отношение к актеру к тому что происходило на творческой площадке и ярополк леонидович который умел знаете есть такой я ни на чем не настаиваю но хочу чтобы было по моему и он успел умел не давлеть не давить не эти как-то наседать но очень гибко и очень тонко как-то вел вот по тому руслу по которому надо было ему как режиссеру и вообще его умение спокойно достойно уважительно общаться с актером репетировать и если уж взрывался по каким-то ну совершенно действительно обидным происходящим недоразумением или неточностям стороны там группы или актеров то это было просто единичный случай поэтому я благодарна судьбе что вот ирополк леонидович так сделав однажды в коридоре этот выбор остался верен нашему общению и фильме приваловские миллионы и демидовы вот и поэтому встречаясь это в москве на пленумах на каких-то как-то говорят нынче тусовках мы всегда так либо издалека либо если есть возможность поближе в общем очень по-человечески тепло и с какой-то ностальгией общаемся вы до сих пор сохранили дружеские отношения конечно конечно тем более замечательная супруга я работа леонидович когда всегда была так редактором умела деликатно тонко и подсказать и наблюдая что-то может быть в чем-то подметив помочь она так обаятельно и так всегда гостеприимно что в общем то очень приятно если вспомнить все ваши роли если вспомнить все ваши роли то ваши героини с очень непростой судьбой они настолько характерные глубокие и порой кажется что сыграть их так убедительно просто невозможно не испытав на себе некоторые трудности так вот были ли в вашей жизни подобные переживания или если так можно сказать изломы судьбы вы знаете ну наверное когда играешь какую-то роль тем более таких самобытных глубоких ярких характеров как шолоховский шишковский мамин сибиряк куприн горький так далее достоевский сейчас на сцене мне то конечно невольно погружаешься проникаешься и в общем как-то воспитываешь себе тот накал страстей те какие-то глубины отчаяния и всего прочего в жизни иногда наступает более будничная жизнь более ровно и подчас даже серой своих заботах бытовых проблемах так далее так далее и естественно наступает ситуация когда тебе не хватает вот этих внутренних взрывов эмоциональных сказать у каких-то и подчас вдруг я лично себя ловила на том что я начинала пытаться в жизни это организовывать и наверное этим иногда что-то надламывал своей личной жизни вот но как правило я думаю что сказать о том что моя судьба сложилась счастливо я имею ввиду и профессиональное и личное я наверное погрешу против самой себя потому что всегда человеку хочется еще больше и больше и больше хотя все равно на сегодняшний день благодарю за каждый прожитый день за каждую прожитую минуту и за все то что мне так сказать судьба господь близкие родные так далее подарили и одарили но наверное человек так устроен что он не умеет останавливаться и всегда хочется еще чего-то большего и дальше эти вот если я скажу что в общем то я несчастный или недовольна я погрешу просто против судьбы что тоже будет несправедливо и греховно поэтому я считаю что по сравнению всегда ведь нужно сравнивать оглянись вокруг и оглядываясь часто вокруг я понимаю что мне гораздо больше выпало в жизни интересных встреч ярких событий и всего прочего в остальном уже как говорится все многое зависело от меня как бы то ни было вы все равно занимаетесь любимой работой конечно это уже огромное счастье хотя эта работа любимая мучительная но как говорится без мучения не бывает ничего прекрасного через тернии к звездам да через тернии к звездам ну алексеевна вы верите в свою судьбу и то что с вами в жизни про все что с вами жизни произошло должно было случиться я верю в то что не ничто не случайно на земле и всякая случайность отстоит от закономерности на доли секунд или там миллиметра вот поэтому сейчас оглядываясь на жизнь свое прошлое я понимаю что ничего случайного не было в том что иногда казалось невероятным и случайным рассмотрев подробно вдруг находишь истоки этого случая этого случившегося далеко далеко где-то за годе да вот поэтому но есть замечательный роман мост ледовика 14 16 вот у маркеса когда в общем понятно что другое дело что есть такая знаете вот говорят посеешь привычку нет посеешь привычку пожнешь поступок посеешь поступку поступок пожнешь характер пожнешь посеешь характер пожнешь судьбу и конечно в общем при всем том что мы вроде бы распоряжаемся своей жизнью судьбой это не совсем так другое дело что иногда не надо выламывать судьбе рога и особенно женщин отпущен тот великий дар интуиции который должен подсказывать выходить замуж не выходить идти не идти соглашаться на эту роль не соглашаться но мы не умеем общаться с этим великим даром он у нас в загоне а он намного мудрее чем все наши образования академии потому что он идет из тысячного сказать поколения и наследуем его тысячами наших предшественников интересно алексеевна вы в кино по моему где-то 61 года да ну в общем да да уже будучи в театральном институте где-то были сперва это как для заработка в эпизодах вообще первый такой фильм это когда деревья были большими его кульджанова где мне посчастливилось познакомиться общаться и учиться своей профессии у василия шокшина юрия никурина леонид куравлев и нагулая тарство небесно ушедшего уже из жизни это была замечательная экспедиция потому что это была молодость это было ощущение бесконечности сил надежд планов и азарства очень хорошего истинного азарства кто все таки повлиял на ваш актерский выбор может быть какие-то конкретные люди или события на актерский выбор в плане стать актрисой я не знаю это наверное тоже вот какая-то судьба потому что я заканчивала школу с медалью увлекалась науками такими математикой физикой и так далее хотела либо самолет строить либо что-то серьезно была длинная нескладная мне казалось что актриса не уж сам бог не велел идти в классе была очень красивая девочка которая которую мы считали ну она тоже у нас должна быть актриса она играла всех королев все главные роли в сказках я в основном литературной занималась литературный кружок вела ну и как по любой девчонке любопытство к профессии актрисы певицы балерины кажется что это путь усеянный коврами рук букетами и аплодисментами и значит поскольку в москве у меня никого не было то она ехала поступать театральной это намного раньше чем во все остальные вузы и говорит поедет вместе у меня были дальние родственники кстати на старом арбате который описан все эти проходные дворы о писателя вот и я поехала какого города из города великие луки где заканчивал школу куда папа приехал после чекотки мы приехали туда он был военным да мы очень много ездили в билиси батуми чкотка камчатка и наверное это тоже сыграло свою роль потому что детская память только в себе накопила ощущение и красот и невероятные самобытности грузинской культуры земли чекотки всего прочего вот и я поехала вместе с ней и ради любопытства пошла поступать и по закону бутерброда знаете почему в несколько поступали в афгик да вот я почему-то поступила да ну я остановилась на щукинском поскольку знаете уже как так на слуху было что щукинский факультет актерский он наиболее котируется и действительно тогда там преподавали замечательной педагогии какие какие у вас были педагоги у меня был шахматов львова я работала с этушем с мансуровой захава как-то у нас был ректором мы уже с первого курса были заняты в театре вахтангова в массовых сценах иногда в эпизодах так что вот таким образом потом на втором на третьем курсе я хотела уходить потому что у меня с дикцией было ужасно 7 лет живя в дебилиси я очень я говорила на грузинском языке поэтому очень дякла текла говорил дядя тетя вот сейчас очень хорошо рассказываю грузинские анекдоты потому что он говорит это для нас открытый вот и но потом в общем то я собиралась уходить ректор меня вызвал захава вы не имеете права сами решать все таки доверить нам ну и действительно 3 4 курс и так далее я закончила с красным дипломом в общем театральный институт так рвануло немножечко а потом жизнь по-разному складывалась вдруг после донской повести когда я получила первую за лучшую роль награду на все союзные кинофестивали начались какие-то паспортные месяцы года потому что сплошь и рядом предлагались такие разбитные дородные но это были в общем не шолоховские героини какие-то наспех написанные и потом вдруг вот как пришла беда творяя ворота так и радость вдруг одна за другой пришли картину грюм века верене журавушка затем приваловский миллионы олесь и так далее так далее расскажите подробнее о своих родителях ваших корнях к сожалению мы мало об этом знаем знаете но я знаю только до третьего колена мама папа это очень несоединимое соединение вот так сказала мама у меня помесь прибалтийского польского русского отец в нем есть вроде бы из оренбурга село ромашково но там намешанная турецкая и греческая кровь и русская и бог знает отец отца всегда принимали за какого-то либо был очень умный есть слава богу он не живы пока черный с огромными синими глазами такие ресницы брови и то ли грузин то ли грек то ли армянин а мама абсолютно вот русская такая женщина тихая светлая милая с разным темпераментом что я в себя ощущаю этот сплав от которого подчас иногда много страдала и дала себе слово с детства что я никогда не обижу себя подобного не унижу себя подобного вот но мы так мало совершенствуемся это огромный труд все время над собой работать но что-то удалось сделать так что благодаря маме папе их разности и кровей и намешанности может быть вот что-то в виде меня получилось знаю хорошо ли это или плохо но я им благодарна вы взяли самое хорошее от родителей вы по моему на маму должны похоже быть я вы знаете и на маму и на папу иногда говорят взгляд папин тяжелый вот да а я в себе в характере в основном сейчас когда я уже долго наблюдала и близко сказать с родителями много лет общалась и живу то я понимаю что во мне от мамы что от папы я уже могу если раньше я не понимала каких-то отношений или проявления со стороны отца или матери то теперь я прекрасно понимаю и никогда не смела судить но тем более сейчас то только могу сочувствовать то с чем им не удалось справиться в своей жизни в своих характерах ну в общем это очень интересное вот я хоть и отношусь к молодому поколению но я всегда с удовольствием смотрела все ваши фильмы многие не все конечно многие такие как олеся угрюмлика но там перечислять их можно бесконечно потому что их очень их много вот и что для вас как для женщины привлекательно ваших героинях за что вы любите или может быть не любите вы знаете это очень большой и долгий разговор я люблю их всех даже если они ну как-то принято было раньше говорить отрицательного характера отрицательной героини это очень однозначное определение человеке есть все как писал достоевский и широкие светлые проспекты и кривые закоулочки грязные темные на то нам и дан разум сердце чтобы пытаться все в себе недоброе некрасивое погасить побороть победить и спрятать в этот черный ящик вот они полюбившую нельзя нельзя ее ее сыграть нельзя за нее браться а поскольку нам уже пора идти и уже пришел дорогая полк леонидович то я хочу опять еще раз уже в присутствии такой огромной аудитории поблагодарить судьбу что встреча наша состоялась и в как и когда-то ярополк леонидович встретил меня доверился мне как актрисе спасибо пожалуйста спасибо вам спасибо а